Добрый день, дамы и господа, мы с вами вместе продвигаем проектный шагу назад. Газеты «Нераскрытые преступления» и тема нашего сегодняшнего разговора – стойка и передвижение. Ну, вы, наверное, должны понимать уже, как взрослые люди, что бой, сам по себе любой, он, по сути, проходит на определенных дистанциях и дистанции как бы меняются. Притом могут меняться, а могут существовать одновременно. Что это, в общем-то, значит? Что могут меняться, а могут существовать одновременно. Все на самом деле очень, как бы, просто. Нам нужно это понимать, что нападающих может быть двое. Например, двое нападающих. И эти двое нападающих могут быть на разных дистанциях. Например, один собирается ударить по голове вас кулаком, а другой целится из пистолета. Это две разные дистанции. И это может происходить одновременно. То есть, с чего начнем? Что нам с этими как бы дистанциями, в общем-то, делать? Мы хотим, наверное, добиться за счет ног более эффективного управления дистанциями, чем против. То есть, это нам даст преимущество, безусловно. Поэтому, два двигательных очень сложно уживаются у среднестатистического человека. Это вам нужно понять на самом первом этапе. Соответственно, если у вас будет отдельный вид передвижений в общественной жизни, а отдельный вид передвижений в бою, то у вас начнутся неприятности. То есть, в самый неподходящий момент эти двигательные навыки будут взаимодруга клеить. Соответственно, первое, с чего нужно начать, это с того, что положение должно быть естественное и, прежде всего, равновесное. То есть, что это значит? Что основа стойки – это равновесие, то есть, баланс, из которого возможно проведение технических действий. А что такое передвижение? Это взаимодействие стойки и ног. То есть, по сути, реализация тактической модели, вы можете управлять расстояниями до противника и самими дистанциями, если хотите помешать противнику вас атаковать или построить в отношении вас эффективную оборудование. Это нужно понимать. Так вот. Начинать, наверное, с того, что надо научиться ходить. Ну, ходить вы и так умеете. Это понятно. Вроде как-то вы ходите по городу. Ну, по городу. То есть, движение должно быть с пятки до носок, если это можно так назвать. То есть, оно даже, знаете, как бы не с пятки до носок, а с пятки. А там уже на твердую поверхность. Да. То есть, мы не перекатываемся с пятки до носок. Мы становим, мы ставим пятку и ищем твердую. Ищем твердую. Да, потом, когда твердую нашли, переставляем заднюю ногу. Ищем твердую. И вот так потихонечку ходим. Что еще нужно, как бы, сказать? Ну, все единоборства имеют такой раздел, как передвижение. То есть, вы, если возьмете айкидо, дзюдо, самбо, карате, то откройте начало книги, какой-нибудь фундаментальный, там, карате до кубана и тому, что-то еще. У вас будет сначала бьющие поверхности, история карате, бьющие поверхности, потом разминка, тренировка, а потом передвижение. То есть, как бы, вот, по сути своей, как строятся тренировочные процессы, так, человек разминается, вот. В процессе жизни, как бы, и деятельности должен находяться в нормальном состоянии, как разминает. И при этом, после этого идут передвижения сразу. Начинаются передвижения, потому что это основа, как бы, кумите, как они говорят, карате, это основа нанесения удара, потому что, если вы не можете подойти к противнику на дистанцию нанесения удара, то удара, в принципе, знать можно было и не знать. Ну, не уметь его делать. Ну, и, как вы видите, дистанция крайне важный фактор при нанесении удара и построении оборонительных, как бы, действий. Вам это нужно, как бы, понять для себя. Причина этого в том, что есть понятие пробивающая, как бы, способность, да, есть понятие неправильного выбора дистанции, то есть, ну, по сути, если вас противник бьет, если вас противник бьет, вы делаете маленький шажок назад, он уже до вас не достает, да, а если он уже до вас не достает, противник, значит, он уже, вложив всю мощь своего удара, попал в пустоту. А попал в пустоту, это значит, что ему поволокло за массу. Он может потерять равновесие, и это может стать основой вашей победы, да, во будущее. Да, поэтому, когда противники бьют в пустоту, они сразу же, что, выходят из равновесия. Поэтому дистанция еще и обеспечивает, что равновесные действия. То есть, если вы все правильно делаете, выбираете правильную дистанцию, то вы не провалитесь, вы ударите в противника. Ну, максимально, что может произойти, то вы пойдете в парирование, да, то есть его, в защиту какую-то там, и так далее, но в пустоту не ударите. Потому что, если любая биомеханическая конструкция прогнозирует следующую сточку опоры, вы бьете в пустоту, то вас тащит за этим ударом. И вы будете вынуждены справляться, что? С необходимостью удержать равновесие. А в этот момент вы беспомощны. А раз вы в этот момент беспомощны, именно в этот момент вас и будут атаковать. Понимаете, да? То есть, как бы, вы должны эти вещи запомнить для себя. Вот. Сегодня у нас первый, как бы, день, когда будет практическое занятие. Сегодня поговорим о практике. Вот, о практическом занятии. Начнем, как я и обещал, с рук, захватов, обороны от ударов, как бы, руками. Ну, мы не то, что там, обороны от ударов руками, мы немножко поговорим о разных, как бы, вещах. На практике. То есть, первая часть практики, она психологическая, да? То есть, вам нужно не столько технику какую-то выучить, сколько страх побороть. Что вас ударят, страх побороть, что вас, так сказать, покалечат, страх побороть, что вас победят, и так далее, и так далее. Для этого мы кое-что предпримем с вами сегодня. Что дальше о дистанции? Дистанция такая тема, о ней можно говорить, как бы, бесконечно, да? Мы считаем, что существует 9 дистанций. Мы их применяем везде. Да, 9 дистанций. И 9 дистанций для нас это, как бы, некая разметка геометрическая того, что, как бы, происходит, да? Ну, давайте я вам пытаюсь их озвучить. Значит, почему так удобно? Потому что удобно блоки, технику формировать по дистанции. Первое. Это дистанция захвата. В стойке или на полу, да? Когда вы там, в ближнем бою. Дальше идет дистанция удара рукой. После этого дистанция удара ногой. После этого идет дистанция удара ножом. После этого идет дистанция удара палкой, арматуриной или мечом. Да, вы же понимаете. После идет дистанция пистолета. После этого пистолет пулемета. После этого автомата После этого снайперской винтовки После этого мы имеем Сквозную дистанцию номер 9 Которая говорит о том, что это применение Спецсредств Спецсредств это Отравляющие вещества и прочие Взрывчатые вещества Вся химия И девятая же дистанция Это дистанция применения бесконтакта Бесконтактная работа Психолога психиатрического вооружения И прочих прелестей Она проходит насквозь Сквозь все дистанции И является дополнительной дистанцией На всех дистанциях Надо не забывать о том, что есть Отравляющие вещества Есть пистолеты разные Автоматы И их достать могут в любой момент времени И не важно, знаете ли Пистолет пневматический Или травматический Это не имеет никакого значения Разницы в общем-то никакой Да, то есть как бы С какого пистолета попадут Лучше попали бы с боевого Отмучился бы чудак сразу Насмерть Потому что если попадут с этого Можно умереть Долго Умирать долго И мучительной смерти Вы же понимаете, да? Вот этот шар залетит в глаз Да Можно выжить, а можно и не выжить А сегодня ПСП винтовки Позволяют стрелять Тяжелые охотничьи пули 1,22 грамма На дистанцию за 100 метров Со стартовой скоростью 650 метров в секунду Знаете, как-то И попадание такой пули Уж прекрасно понимаете Шансов выжить У человека, ну, немного Особенности попадания в голову, да? Происходит Особенности попадания происходят в голову Поэтому вам нужно Четко эти вещи для себя Как бы понимать Что Начинается все с того Что мы Разбираемся с такой Интересной вещью А что же вот Вроде в нас будут применять Мы опять возвращаемся К той же идее И мы говорим, что Основными преаволирующими видами Борьбы, которые у нас существуют Это бокс Борьба Вольная, самбо, тсюдо Нож 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 Тюремные Подкоцы Как у нас говорят Тюремная Вот эта вот Борьба Которая на неожиданность Закоснована, да? Вот Или чему там кто научился В местах лишения свободы Не знаю Кто с кем сидел Говорит Поэтому Вот это начало Как бы Ну и пистолеты Травматические Боевые То есть тоже можно приобрести В магазинах Вы же понимаете Разрешение взять и приобрести То есть по сути вас будут бить ножами Стрелять с травматического пистолета В вас Или с боевого Не знаю с какого точно Но вот с пистолетом Стрелять точно будут Бас будут бросать Бить кулаком Чаще всего Чаще всего Это удар кулаком Это самое частое Ногой ударить надо уметь бить ногой Понимаете приказ? Кулаком ударить и кажется намного легче Чем кулаком Ну это не так Что то что то надо уметь Дело даже не в этом Дело в том что большинство людей Худо бедно Кулаком Пнуть могут Поэтому вряд ли не будут бить ногой По причине того что Ногой надо уметь бить Да То есть и это Связано серьезно с равновесием И так далее Поэтому Я С прибольшим Удовольствием Рассказываю вам эти все прелести То что происходило На протяжении 20 лет со мной 20 лет с моими телохранителями 20 лет с моими Сотрудниками службы безопасности Я вам рассказываю Были люди разные В том числе из автоматов В нас стреляли Но Это очень редкий Случай Крайне редкий Большинство случаев Это Нож Борьба Бокс Пистолет Вот как бы Четыре Варианта Видов нападения Которые как бы Обычно Используются То есть Человек купил пистолет Драматический И по пьяни Он его постоянно достает Мы сейчас говорим Только о гражданском Боковарианте То я хочу чтобы вы поняли Ни специального Ни прикладного Варианта пока нет Мы не собираемся Никого задерживать Вы же понимаете Да И мы не собираемся Ни с кем воевать С автоматами в руках Или там В ставе армии Мы говорим о Поединке на улице Бытовом Как бы его так называем А может и не бытовом Но криминальным Может быть Но это все Бытовуха Все То есть это не армия Это не спецназ И так далее И тому подобное Поэтому Люди Разношерстно подготовленные Да Существуют В этом направлении Поэтому на первых порах Мы с вами Будем Заниматься Психологически Вот С несколькими видами С ножом С кулаком Да С бросками Да То есть как бы С бросками И с Так называемой Интереснейшей вещью Которая называется То есть Нож И пистолет Да То есть Три вещи Которые нужно сразу Для себя Снять психологически До завтра И завтра Будем идти дальше Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому